В ночь с воскресенья на понедельник поселок Свердлово подвергся артобстрелу. Примерно в час 15 артиллерийским огнем была накрыта площадь в несколько гектаров. На пути в поселок в километре от Харциска обнаруживаем первые воронки. Место, где разорвались снаряды, легко найти по поврежденным деревьям. И прочная древесина акаций, и мягкая кленов легко прошивались раскаленной сталью. На месте взрыва ополченцы находят фрагменты корпуса реактивного боеприпаса, многочисленные осколки и воронки глубиной около двух метров. Сколько снарядов разорвалось ночью 24 ноября, жители поселка затрудняются точно сказать, но утверждают, что никак не меньше десяти. В час 15 от взрывов снарядов проснулись. И огромного взрыва, вот у нас здесь воронка, повылетали стекла. Я успела ребенка схватить на руки, и сзади с меня посыпались стекла. В доме Шахмаметьевых теперь разбиты окна и шиферная кровля, взрывной волной искорежена дверь. Во время взрыва показалось, что дом просто рухнет, говорит Елена. Ее трехлетняя дочь в ту ночь сильно испугалась. Два часа родители успокаивали ребенка, но и под утро малышка не могла заснуть. В десятках метров от жилых домов по улице Свободы шахта имени Кирова и электроподстанция. На подстанции сегодня тоже ночью горело, видно, тоже туда попадали, потому что мы вышли и видели там огонь. Подходить не стали, потому что напряжение мало ли опасно все-таки. Для бригады ремонтников Харцизского участка линий электропередач рабочая неделя началась с ликвидации последствий артовстрелов. Из строя вышло оборудование подстанции Колосниковская, линия 35 кВт Иван-Колосниковская. В пролете 47-48 было попадание осколочно-властного снаряда и повреждена линия в пролете 48, линейный портал подстанции Колосниковская. Кроме этого попадания еще в поле и в поселке есть попадание, в двух местах еще поврежден провод. В течение дня сделаем, соединим провода или не упустим в эксплуатацию. Снаряды разорвались в считанных метрах от подстанции, да и копер шахты имени Кирова совсем рядом. Владимир Покровков предполагает, что без наводчика здесь не обошлось. Если бы попало в оборудование, у нас бы обесточен был прилегающий район, местное население, жители, дома и шахта. Но есть запасное питание, но судя по попаданию, могли сразу обесточить обе линии. И шахта просто-напросто бы стала. Уже такие были у нас на шахтах и комсомолец Донбасса, и 13 бис обесточивалось, и обесточивалось. Есть и новка глубокая полностью стояла, затопленная шахта. Ну, в принципе, много очень шахт, которые страдают именно от обстрелов. В бригаде участка Харцизских высокобольтных сетей 24 ноября пришлось заменить около 40 метров провода. На соседней улице Горького, кроме многочисленных обрывов электрокабеля, разрушены дома. Снаряд разорвался на пустующем подворье. Дом на этом участке разрушен полностью. К счастью, здесь уже больше года никто не жил. Но и соседям досталось. Валентина Васильевна в шоке и до сих пор не поймет, как они с мужем остались живы. Такой гул, такие окна на нас. Все, я говорю, господи, спаси меня, вот так укрылась. Дом, начинаете от сараев, дом, сарай, все, все. Крыши нет, окон нет, стены полопались. Один снаряд лишил немолодую уже чету Павленко сна, покоя и уютного дома. Сын Валентины Васильевны живет на окраине Харцизка, на трубной стороне. В ту ночь его разбудили взрывы. Понял, я подумал, бедные люди, вот что я подумал. В тот момент Алексей еще не знал, что под обстрел попал родительский дом. Десять минут второго я проснулся от сильного шума и какого-то света. Я в окно увидел, я живу в Харцизке, в 7 километрах от Свердлова, буквально тут. Окно выходит на город. Со стороны Дебальцева летело такое множество снарядов, что небо было синее. Да и где-то минут через 20-30 по звоню родителей, говорят, так и так, дом разбомбило, ничего не поймем. Ну и как бы я сел на машину и приехал сюда. Из подстанции приходила двоюродная сестра, она там работает. Говорит, все летело с Дебальцева. Это говорит с Дебальцева. Он побил всю подстанцию. Поселок Свердлова накрыло залпом тяжелой артиллерии. Харцизские ополченцы выдвигают предположения. Судя по характерным разрывам, воронкам и осколкам боеприпасов, то сегодня поселок Свердлова был обстрелен из системы залпового огня. Ураган. Предположительно, со стороны Дебальцева. Жители поселка опасаются, что обстрел может повториться. Первую крышу надо делать, потому что надо лес, шифер, рубероид, окна надо, потому что там отопление. Что необходимо делать, Григорий Иванович хорошо знает. Но где взять деньги на ремонт, когда уже пятый месяц не выплачивают пенсии? 24 ноября в поселке Свердлова работали наблюдатели ОБСЕ. Пострадавшие обращались к ним в надежде на помощь и понимание. Зафиксировав факты, представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уехали. А жители поселка остались один на один со своими бедами. Без особой надежды на безопасность, не говоря уже о каком-либо сотрудничестве с Европой. Продолжение следует...